Добрый день, коллеги! Смотрите, сегодня у нас вебинар на тему ERP управления холдингом, настройка месячного БДС в рамках блока бюджетирования. Ведущий я, Константин Алексеев. Пару слов о себе. Около шести лет занимаюсь автоматизацией производственных и торговых предприятий, специализируюсь на финансовых блоках, на бюджетировании и казначействе управленческом учете. В той или иной степени занимался и другими блоками, профильными и непрофильными. Пару организационных моментов. Мы будем вести вебинар. Если у вас возникают вопросы, пишите их в чат, в конце мы ответим. Так, начнем. Программа вебинара у нас следующая. Мы посмотрим объекты системы бюджетирования ERP управления холдингом. Мы посмотрим, как настраивать оперативные бюджеты, посмотрим, как настроить консолидированный бюджет и посмотрим один из вариантов настройки кассовых разрывов в месячном БДДС. По объектам блока бюджетирования. Сейчас я по презентации пройдусь и перейду в систему. По объектам ERP управления холдингом нас интересуют следующие объекты. Виды и бланки отчетов, в котором мы будем непосредственно настраивать саму форму бюджета. Регламент подготовки отчетности, в котором мы фиксируем организационную структуру, по которой у нас согласовываются бюджеты. И управление отчетным периодом, которое дает разрешение на создание бюджета в том или ином отчетном периоде. На экране вы видите один из примеров создания БДДС, то есть может быть много разных бюджетов оперативных и на основании них будет заполняться бюджет движения денежных средств. То есть можно сделать отдельные бюджеты по фото, по капитальному строительству, по закупкам, потом все это по одной кнопке соединить и бюджет движения денежных средств заполнится. Так, оперативные бюджеты мы настроим, консолидированные бюджеты мы настроим и потом ответим на вопросы. По поводу того, что мы сегодня будем делать, какой пример. Сделаем мы простенький пример, то есть смоделируем ситуацию. Нам нужно автоматизировать какой-то БДДС в системе. Вот, допустим, у нас такой был. Ну, понятно, что на практике больше статей, больше строк, больше, допустим, каких-то колоночек, извините, больше каких-то колоночек, больше каких-то показателей, но общий принцип меняться не будет. Самое главное, что нам нужно сделать? Нам нужно автоматизировать его на несколько месяцев, нам нужен остаток на начало периода. Все это плановые данные. Нужны поступления, нужны выплаты по определенным статьям, нужен денежный поток, чистый денежный поток, который просто покажет разницу между поступлениями и выплатами, и остаток денежных средств на конец периода, и чтобы из месяца в месяц остаток на начало и остаток на конец периода пересчитывался. Вот, допустим, у нас такая вот ситуация, нужно автоматизировать то, что раньше компания делала в Excel. Перейдем в систему. Пару слов о самой системе. Сейчас мы будем работать с ERP управлением холдингом. У нас есть 1S ERP, есть 1S управление холдингом, а это 1S ERP управление холдингом. То есть, это такая система, в которой есть функционал и 1S ERP и 1S управление холдингом. В ERP и управлении холдингом есть свое бюджетирование. Есть свои блоки бюджетирования. Они не то чтобы отличаются, они в принципе никак не совпадают. Это разные механизмы, они по-разному работают. Здесь в ERP управление холдингом используется функционал, который есть в 1S управлении холдингом, именно в бюджетировании. В остальном, в той или иной степени, допустим, регучет используется из ERP. Какие-то вещи используются из управления холдингом. Но именно бюджетирование мы сегодня рассматриваем. Бюджетирование взято из 1S управления холдингом. Поэтому, если вы вдруг ищете специалиста по бюджетированию, и если у вас система ERP управления холдингом, то если специалист знает управление холдингом, то это как раз то, что вам нужно. Так, соответственно, что нам нужно сделать? Еще раз перейдем в задачу. Нам нужно сделать поступление, нам нужно сделать выплаты. Мы сделаем 2 оперативных бюджета и 1 консолидированный. Оперативный бюджет у нас будет по поступлениям, то есть 1 по поступлениям мы сделаем и 1 по выплатам. И 1 будет консолидированный на все. Переходим в систему. Здесь есть вот 2 раздела бюджетирования. Бюджетирование. Бюджетирование планирования, бюджетированная отчетность. Почему их 2? Потому что объединили 2 системы, а функционал разный. Функционал именно товарного планирования используется из ERP, а вот бюджетирование из управления холдингом. Вот эта вот кнопочка из ERP, а вот эта вот из управления холдингом. Если мы сюда нажмем, здесь функционала бюджетирования не будет, то есть его убрали. Именно тот, который был в ERP. А вот именно здесь уже весь функционал из управления холдингом. Ну, соответственно, давайте переходить к созданию бюджетов. Виды и бланки отчетов. Еще раз. Бюджетирование, виды и бланки отчетов. Извините. Здесь у нас слева есть виды отчетов, справа у нас бланки отчетов. То есть в чем отличие? В виде отчетов вы настраиваете структуру, то есть саму общую структуру, показатели, как они между собой связаны, какие-то формулы. В бланке отчетов вы настраиваете условно их отображение. То есть примерно так. Давайте создадим папочку слева. Ну, я просто сегодняшним числом назову, то, что мы сегодня создаем. И буду, начну создавать бюджеты. Нажимаем плюсик, создать новый элемент списка. Здесь я убираю кнопочку сохранить изменения. Сохранить историю изменения нам это не нужно. И создаем первый бюджет. Он будет называться бюджет поступления. Все остальное нам неинтересно. Ну, то есть здесь уже, здесь пока роли ничто не играет. Здесь есть отдельные кнопки, да. То есть по какому объекту создавать, по назначению, по какому справочнику заполнять. Разделять ли по проектам все эти проекты, все эти бюджеты. Есть такой функционал, но нам он не нужен. Аналитики отчета, вкладочка. Это для того, чтобы сделать аналитику непосредственно для бюджета. То есть условно, если вы хотите планировать поступление по нескольким контрагентам, вы добавляете аналитику в какую-то строку или в условную статью бюджета. Если вы хотите, чтобы один бюджет соответствовал контрагенту, одному контрагенту, то надо добавить его здесь. То есть контрагент будет в шапке документа, скажем так. Мы этого делать не будем сегодня, нам это не нужно. Есть настройки по умолчанию, параметры отчета, установка лимитов. Нам это сегодня все не нужно, но такой функционал есть, можно его использовать. В том числе вот лимитов. Когда мы все прописали название, можем нажать записать. Можем нажать открыть конструктор отчета. Немного непривычная кнопка для 1С, потому что, как правило, здесь кнопка провести и закрыть. Но вот здесь вот так вот, открыть конструктор отчета. Появляется у нас конструктор отчета, в нем пока ничего нет. Ни колонок, ни строк, ничего нет. У него есть три режима. Структура отчета, аналитики показателей, формула расчета показателей. Мы их все посмотрим сегодня. И в структуре отчета мы просто формируем колонки и столбики. В колонке, столбики, показатели. В аналитиках показателей мы ставим, какие именно аналитики мы хотим использовать. Формула расчетов – это режим, когда мы настраиваем формулу. Мы их все посмотрим сегодня. Нам нужно сделать оперативный бюджет по поступлениям. То есть, по сути, это будет вот одна строка и месяца. Соответственно, нажимаем. Вот здесь есть кнопка «Добавить строки». Есть перемещение строк. Есть «Добавить колонки». Нам нужно добавить строку. Давайте добавим. Я просто скопирую название. Нажимаю плюсик. Вставить. Все, появилось название. Есть другой способ вставки. Я его покажу на следующем бюджете. Здесь есть кнопка «Создать показатели». Мы ее оставляем. Это чтобы система сразу по этой строке создавала показатель, который будет фиксироваться в системе. То есть, если вы работали раньше с ERP, знаете, бюджетирование ERP, хотите изучить функционал 1С управления холдингом, здесь есть вот именно вот это отличие, что в ERP есть статьи, есть показатели. Статьи – это оборотные такие объекты. По ним фиксируются обороты. То здесь в функционале управления холдингом, которое в ERP управление холдингом включено, никаких статей и показателей нет. То есть, здесь есть конструктор отчета и показатели создаются непосредственно вот в таких вот конструкторах, в таких вот табличных частях. Давайте нажмем «Ок». Мы создали строку, но у нас нет колонки. То есть, мы даже когда создадим бланк, мы просто ничего не введем. Колонки в данном случае – это не месяца. колонки для нас – это просто какое-то обозначение, допустим, сумма. Мы так и сделаем. Сумма. Окей. Все, структуру бюджета мы создали. Вот этот квадратик – это показатель, который мы можем ввести в бюджете. Давайте перейдем в аналитики. Режим аналитики. И здесь мы видим 6 аналитик, которые мы можем ввести. Если мы хотим вводить поступление по какой-то аналитике, допустим, по контрагенту, давайте сделаем. Аналитика 1. Я два раза нажимаю. И здесь я могу выбрать контрагент. Вот здесь вот, кстати, сразу это демо-база, которую я использую. Кстати, вот не сказал в начале. Демо-база, которую я использую – это 3.1.12.9. Соответственно, заходим. Здесь будет несколько контрагентов. Есть различия между вот этими двумя контрагентами, потому что вот это предопределенный справочник, вот это субконта управления холдингом. Это такая дополнительная аналитика, которую нужно использовать, можно настроить в системе и указывать в отчетах, в документах для упрощения использования. Либо в каких-то механизмах тоже использовать. Но нам нужен просто контрагент сегодня. Поэтому просто нажимаем, все, вот у нас контрагент по этой строке. В принципе, все. В этом бюджете, в этой форме мы ничего больше делать не будем. Давайте перейдем в виды и бланки отчетов. И посмотрим бланки. Вот справа у нас бланки отчета. У нас здесь три формы. Бланк экземпляра отчета, бланк многопериодного экземпляра отчета и бланк сводной таблицы. Нам нужен бланк многопериодного экземпляра отчета. Сводная таблица – это именно сводная таблица. Бланк экземпляра отчета используется редко, практически не используется и так возьмем вот этот он нас уже есть он по умолчанию создается но он пустой если мы в него зайдем вот значок многопериодный бланк отчета многопериодный экземпляр отчета вот такой вот значок мы в него заходим но можно создать и несколько то есть мы можем нажать на кнопку создать еще один многопериодный бланк и настраивать уже его то есть что это значит мы можем настроить один одну структуру бюджета но при этом у нас будут несколько разных бланков мы можем использовать их в разных ситуациях это используется в той или иной ситуации когда нужно соединить в одном бюджете одни и те же показатели но нам это сейчас не нужно мы просто возьмем тот который вышел по молчанию вот так выглядит бланк бюджета здесь очень много кнопочек настроек то есть это именно настройка для отображения то есть как он будет отображаться для пользователя здесь но мы все не будем смотреть просто расскажу что здесь есть инструменты загрузки выгрузки из excel но чтобы загрузить выгрузить в excel чтобы бюджет мог работать с excel сама таблица должна быть плоской то есть если вы создадите какую-то свою структуру немножко там отличающиеся от двухмерной плоской таблицы то excel просто не будет загружать из сам вот этот механизм не будет загружать тут есть различные механизмы то есть вы сможете если сами зайдете посмотреть различные механизмы тут и диаграммки есть и различное оформление нас интересует самое простое то есть просто сделать бюджет и заполнить его давайте сделаем есть кнопка вот такая вот с волшебной палочкой создать нажимаем макет он нас спрашивает что макет не пустой надо удалить да надо удалить выходит вот такой вот помощник структура отчета здесь выходят все показатели все строки все колонки которые нужно заполнить который нужно заполнить и соответственно что нам нужно сделать мы можем здесь нажать какие-то галочки и убрать допустим вот эту колонку или если бы у нас было несколько строк мы можем убрать какую-то строку то есть мы можем как-то его корректировать мы можем убрать строчки добавить колонок сделать какой-то другой формат и так далее у самих колонок в виде бланка я не показал но это можно сделать есть разных разный формат вплоть до того что можно сделать там булево булево это вот просто чтобы у вас бюджете была галочка ну будет не галочка будет просто да нет но вы не будете его прописывать и будете просто выбирать да нет так и итоги и аналитики применить соответственно мы нажали применить и у нас сразу то есть мы ничего не настраивали у нас сразу все вышло так как и должно быть что он нам вывел он нам вывел нашу строчку он нам вывел нашу колонку он нам вывел итоги он вывел сумму по периоду отчета. То есть, когда мы настроим периодичность, он выведет ту периодичность, которую мы настроим. Периодичность настраивается уже в следующих объектах. И мы поставили аналитику контрагенты. Вот он нам вывел аналитику контрагенты. То есть, мы, в принципе, можем ничего не делать. Мы можем просто нажать создать, смакет, применить. И вот у нас уже создался бланк. Если вам ничего сложного настраивать не надо, то этого достаточно. Но нам сегодня ничего сложного не надо настраивать, поэтому мы просто нажимаем записать и закрыть. Все, многопериодный бланк готов. Коллеги, извините, секунду. Так, пойдем дальше. Мы сейчас сразу создадим экземпляр бюджета. То есть, что это значит? Мы сделали вид бюджета, мы сделали бланк, мы можем ввести данные. Мы сразу сейчас то, что у меня в презентации было, мы создали вид и бланк отчета именно для одного оперативного отчета. Давайте сразу создадим регламент, управленческий отчет, и после этого мы сможем вводить данные по данному бюджету. Мы идем опять же в бюджетирование отчетность, регламенты подготовки отчетности. Здесь есть уже какие-то регламенты, это демобаза, мы создаем свой. Ну, на самом деле здесь особо менять мы ничего не будем, я просто напишу сегодняшнее число. Давайте регламент ВДДС и 2023-11-16-й. Что мы здесь можем настроить? Периодичность, нашу периодичность, использовать многопериодные экземпляры отчетов. Мы нажимаем, здесь есть некие настройки, в том числе для МСФО, но нам они сегодня не нужны. Родитель, это просто название папочки, в котором будет лежать регламентный отчет, но у нас папочки нет. Так, организационные единицы регламента. Вот здесь как раз настраивается то, в каких, по каким, по каким организационным единицам будет осуществляться планирование, то есть бюджеты будут создаваться. Здесь это все организационные единицы, по умолчанию здесь добавилась полностью вся иерархия, которая есть в демобазе. Мы можем ее как-то скорректировать, можем что-то удалить. Допустим, кик дельта, я могу дельт нажать на клавиатуре, он удалится. И мы можем оставить, допустим, давайте группу компаний оставим. Нет, не захотел он удаляться, по одному только удаляет. Вот я оставил группу компаний, еще какой-то филиал, и буду делать, допустим, по производственной компании. Структура организационной единицы, консолидирующей организации, структура предприятия, это отдельный вопрос. Если вдруг вам понадобится это изучить, то посмотрите отдельные вебинары, у нас тоже есть это все. По управлению холдингом. Опять же, здесь функционал управления холдингом, в том числе по организационным единицам. Поэтому смотрите его и все поймете. Мы оставляем то, что нам нужно. Соответственно, если у нас есть две разные организации, для них периодичность будет разная, допустим, на одну периодичность месяц, на другую периодичность допустим год или квартал, мы пишем соответственно по-разному. Здесь вот есть кнопочка использовать расширенные настройки, но в основном это тоже связано с МСФО, нам это тоже не нужно. И соответственно здесь все. То есть мы настроили структуру, по которой будем делать, но я просто буду убирать производственную компанию. Так, как добавить сюда? Здесь можно нажать подбор организации и вот здесь справа появится такое окно, в котором можно выбрать соответственно какую-то компанию. Металл сервис. Сейчас, секунду. извините, коллеги, завис. смысл копировать. Смысл в том, что мы можем просто перетянуть это предприятие, либо выделить несколько, перетянуть копирование, и оно добавится. Здесь же сразу, то есть, видите, они просто идут подряд, а здесь конкретно мы можем сделать некую структуру. Вот видите, я перетащил торговый дом в трансформатор, и вот здесь они вроде как идут не торговый дом, трансформатор, они вроде как идут по организационной структуре, они идут параллельно, а здесь в регламенте можно настроить, что они идут друг под другом. Сейчас, извините, коллега, секунду. Ну и, соответственно, зачем это нужно? У нас есть бюджеты, которые идут по одной организации, но по нескольким организационным единицам, то есть, если у вас есть необходимость взять вот эти вот несколько организационных единиц, и объединить их в одном консолидированном бюджете, то можно сделать не в самом справочнике организационной единицы, а вот здесь вот такую структуру, то есть, любую вообще структуру, я вот трансформатор в транслятор перемещение сделаю, вот вообще такая тройственная структура, и в итоге можно будет использовать такой механизм, как консолидация данных, вам не придется ничего настраивать, вы просто нажмете кнопочку в бюджете консолидации данных, и он объединится, можно сделать так, сегодня мы этого делать не будем, но просто я рассказываю, объясняю, нажимаем записать и закрыть, регламент готов, то есть, в регламенте вы могли заметить, что здесь периода нет, именно периода, на который мы будем планировать, здесь именно вот такая последовательность организационные единицы и периодичность, теперь мы пойдем еще раз в бюджетирование планирования, бюджетирование отчетность, управление отчетным периодом, вот кнопочка, и нам нужно создать управление отчетным периодом, чтобы по нашему регламенту наш бюджет мы смогли ввести, нажимаем создать, сценарий выбираем, нам не важно какой сценарий, как выглядит сценарий покажу, то есть вот сценарий, здесь нет каких-то ничего интересного, что такое сценарий, если кто-то только начинает в бюджетирование погружаться, сценарий это некий разрез планирования, в котором мы выделим определенные данные, мы можем сделать оптимистичный сценарий, мы можем сделать пессимистичный сценарий, можем сделать сценарий для определенного периода, То есть годовой, квартальный, месячный, все это будут разные сценарии. Можно использовать его так. Также сценарий можно использовать при планировании на год и при обновлении данных, при актуализации данных. То есть если вы на год планируете, но при этом актуализируете каждый квартал данные, то у вас, скорее всего, будут использоваться разные сценарии при планировании, потому что нужно сохранить предыдущую версию. То есть вы берете годовой сценарий, потом вам нужно актуализировать его до конца года, начиная со второго квартала до конца года. Допустим, у вас на год есть сценарий, все, у вас подошел март, и вам нужно обновить эти данные по фактическим данным первых трех месяцев. До конца года. Но вам же нужно обновить эти данные, вам нужно сохранить предыдущие данные, поэтому можно сценарий использовать так, что на год первоначально у вас будет один сценарий, потом вы будете создавать обновленный план с апреля по декабрь в другом сценарии, и так каждый квартал. Можно и так использовать сценарий, но в данном случае нас технически не интересует, какой сценарий, просто годовой-годовой. Периодичность месяц, период. Давайте год укажем, давайте укажем год 26-й. Просто чтобы подальше был и не мешал. Так, укажем наш регламент, который мы создали, вот он. И больше нас здесь ничего не интересует, здесь можно устанавливать лимиты, курсы валют, всякие выверки и так далее. Нас ничего больше не интересует, нам нужно просто ввести данные. Еще раз, сценарий, периодичность, период. Вот в управлении отчетным периодом мы указываем период, на который мы будем планировать. Нажимаем вперед. Да. Вперед, вперед. Кстати, есть отдельный механизм. Есть отдельные механизмы по актуализации в системе. Есть отдельный механизм по установке лимитов. И есть отдельный механизм по управлению процессами. То есть, что это значит? Вы можете настроить в системе этапность, по каким этапам бюджеты будут создаваться, и по каким этапам бюджеты будут согласовываться. Это все можно настроить в пользовательском режиме. Вам не нужен для этого программист. Вы это настраиваете прям последовательно. Вот этот сотрудник вот этот создает, вот этот сотрудник создает вот это. И, возможно, что-то вообще совершается автоматически. То есть, автоматические действия тоже это можно сделать. Так, соответственно, все. Мы нажимаем вперед и закрыть. Теперь мы можем ввести наши данные на 26-й год. Мы заходим в бюджетирование отчетность. И заходим в экземпляры отчета. Чтобы нам ввести данные в систему, какие-то данные в систему используется, такой документ, такой объект системы, как экземпляр отчета. То есть, мы создали, еще раз, сам вид бюджета. Мы создали регламент. Мы создали управление отчетным периодом. Теперь мы можем ввести экземпляр отчета. То есть, как это выглядит на практике. Мы все предыдущее вот это настроили, а потом сотрудник, который должен ввести бюджет, только в этот момент у него появляется возможность ввести этот бюджет. Но при этом он точно знает, что именно ему нужно ввести. Какой именно бюджет. Нажимаем создать. Вид отчета. Ищем наш отчет. Бюджет поступлений. Сценарий наш годовой. Периодичность. Месяц. Ставим наш 26-й год. Организационная единица. Вот видите, здесь только те организационные. Не все организационные единицы, а только те, которые мы указали в регламенте. Я вот по металл-сервису буду планировать. Отображать. Здесь нужно выбрать, соответственно, какой-то бланк. Многопериодный. Кстати, заметьте, здесь видите вот два их. Это вот тот, который мы создавали, который там просто лежит без формы. Все. Есть правила обработки. И это мы посмотрим на функциях. Ой, на формулу. Когда будем создавать формулу. Все. Здесь нас больше ничего не интересует. Нажимаем ОК. Вот наша форма бюджета. Вот видите, наша строка. Название, кстати, можно прописать тоже любое. Здесь есть месяца. Есть наша сумма. То есть, все, что нам нужно было в бюджете, строка и по месяцам мы сделали. Это не просто название. Это именно периоды, которые есть в системе. И мы можем ввести какие-то данные. У нас включена аналитика контрагента. Поэтому мы можем планировать в разрезе контрагента. Если бы у меня не было аналитики, я бы просто на клавиатуре написал бы какую-то сумму. А если есть аналитика, мне нужно нажать два раза. И вот здесь появится такое окошко для планирования. Вот видите, слева появился контрагент. Если бы было больше аналитик, то было бы больше колонок. Нажимаем плюсик. Показать все. И выбираем любого контрагента. Нам на самом деле неинтересно. Давайте просто их три штуки накидаем. Ой, Альтаир опять выбрался. Аэрофлот. И здесь надо прописать какие-то суммы. Допустим, 300 тысяч. Нажимаем ОК. Вот у нас, видите, появились контрагенты. Мы можем на каждый период планировать по своим контрагентам. Я не буду сейчас заморачиваться. Здесь есть инструменты копирования данных. Можем нажать правой кнопкой и нажать копировать по строке. Можем просто выделить и нажать вот эту кнопочку. Это то же самое, копировать по строке. Ну, то есть, вы видите, да, оно заполнилось до конца года по периодам. Не обязательно каждому вводить, если у вас одно и то же. Если у вас поступление просто там без контрагентов, вам не нужны контрагенты, то просто будет какая-то одна строчка. Все, мы ввели данные по поступлению. Ну и, в принципе, мы закончили заводить первый отчет. Мы его даже ввели. Нажимаем записать и закрыть. По экземпляру бюджета. Давайте я сохраню. По экземпляру отчета. Что здесь можно сделать? Здесь есть, можно открыть какие-то настройки, изменить настройки, но все настройки мы практически вводили в начале. Здесь есть режимы редактирования и нередактирования. Здесь можно обновлять данные. Здесь есть, то есть, какие-то стандартные инструменты по изменению показателей по алгоритму. Можно что-то очистить. Здесь такое, можно комментировать ячейку. Допустим, вот у нас эта ячейка, вот у нас комментарий какой-то может быть, допустим, не платит применить. У нас будет здесь какой-то комментарий. Здесь можно указать комментарий. То есть, человек, который зайдет, он сможет этот комментарий посмотреть. И здесь много разных механизмов. Это вот именно для тех сотрудников, которые уже будут непосредственно с ним работать. Да, стоит в это погрузиться, немножко пощелкать по кнопочкам. Это именно для удобства ввода, какие-то группы, какие-то сортировки и так далее. Нажимаем записать, закрыть. И у нас вот здесь вот в конце появился наш бюджет. Бюджет поступления. Вот. Здесь период. Все, мы все ввели. Соответственно, что нам еще нужно сделать? Нам нужно сделать бюджет по выплатам. И общий ВДДС. Давайте их сделаем. Переходим в виды и бланки отчетов. Нажимаем плюсик. Делаем все то же самое. Бюджет выплат. Аналитики никакие не указываю. Они не нужны. Перехожу в конструктор. Вот здесь добавить строки. Здесь мы можем просто взять вот так вот все эти строчки. Скопировать буфер обмена. Ну, я Ctrl-C нажал. Чтобы вы видели это. Копировать. Переходим в 1С. Здесь есть кнопочка вставить. Вставить из буфера обмена. Все, я ничего не копировал. То есть, я не прописывал вручную. Я просто вставляю эти строки. Ну, и в общем-то, все. Просто я просто вставил строки. Окей. Колонку делаю ту же самую. Сумма. Окей. Аналитики никакие не вставляю. В данном бюджете они не нужны. Все, мы создали бюджет. Давайте я сейчас лишнее закрою. Бюджет создали. На всякий случай можем обновить. Посмотреть, что да, вот эти вот 5 строчек созданы. И, соответственно, у нас есть бюджет выплат. Нам также нужно создать бланк отчетов. Мы заходим в многопериодный бланк. Кстати, почему они жирно выделены? А когда, допустим, здесь он жирным не выделен. Потому что эта кнопка сделать основным. Он может быть основной, может быть не основной. Соответственно, сейчас все вот эти вот основные. Заходим в многопериодный бланк. Делаем то же самое, что и до этого. Макет. Да, вот у нас больше строчек появилось. Нажимаем применить. Все, нам больше здесь ничего не нужно. Нажимаем записать и закрыть. И так как у нас уже настроен регламент, настроен управление отчетным периодом, мы просто переходим в экземпляры отчетов и создаем наш бюджет. Создать. Убираем наш бюджет. Бюджет выплат. Сценарий. Здесь останавливаться особо не буду. Мы это уже смотрели. 26-й год. Видите, он сразу подбирает регламент. То есть, сразу подобрал тот регламент, который подходит под этот период. Под этот, да, под этот период. Окей. Все, у нас появились вот эти вот цифры. Давайте поставим здесь 100 тысяч. То есть, то, что я говорил, если аналитик нет, то мне ничего убирать не нужно. Никакие контрагенты, ничего. Просто я ввожу эти данные. Теперь мне, я не буду сейчас заморачиваться с цифрами, я просто их копирую. Вот я один раз ввел. Здесь есть кнопка скопировать по колонке и скопировать по ячейкам. То есть, вниз и вправо. Прямо так нарисовано. Все. Мы его создали тоже вот до конца года. Есть итоговые суммы. Нажимаем записать и закрыть. Эти данные у нас есть. У нас есть поступление. У нас есть выплаты. Все. Нам нужно сделать консолидированный бюджет. Вот здесь уже будут с формулами. Нажимаем плюс. И BDDS. Давайте напишем годовой. Годовой и не годовой определяется в сценарии, но просто напишем здесь это. Нажимаем записать. Нажимаем открыть конструктор отчета. И, соответственно, делаем то же самое, что в предыдущем бюджете. Я просто выделяю все эти строки, которые у нас были в нашей форме, которые мы до этого делали в Excel. И вставить. Окей. Здесь колонка та же самая. Делаем сумму. В аналитики не заходим. Аналитики я добавлять не буду. То, что в поступлениях они есть, хорошо, но... А, ну, в принципе, давайте добавим, почему бы и нет. Вот у нас в поступлении есть аналитика. Давайте ее добавим тоже. Контрагент. Контрагент. И переходим в формулы. Секунду, коллеги. Теперь мы в режиме формулы расчета. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы были поступления, чтобы были выплаты, чтобы рассчитывался денежный поток, остатки на начало и на конец. Первое, что мы делаем, это настраиваем заполнение. То есть, вот эти ячейки, которые мы уже заполняли, должны заполняться. Зачем это нам нужно делать? Смотрите. Вот экземпляр. Экземпляр отчета. Один и тот же экземпляр могут заполнять разные подразделения. Ой, не экземпляр, а вид. Один и тот же вид отчета могут заполнять разные подразделения. И у вас будут для разных подразделений. И, соответственно, если у вас консолидированный БДДС по подразделениям, по-разным, то в итоговом БДДС мы уже сформируем БДДС по всем подразделениям. То есть, чтобы посмотреть итоговую какую-то связь. И, в принципе, можно разделить его, можно как-то его разделить по подразделениям. Если есть в этом необходимость. Так, настраивать тогда будем. Формула отчета. То есть, мне нужно первое для поступления. Я больше сделаю. Мне для поступления нужно сделать так, чтобы тянулось из нашего бюджета. Я нажимаю два раза. У меня сверху появляется вот такая вот панелька для расчета. Для формул. Здесь я могу прописать формулу с источниками. С источниками данных из других бюджетов. Ну, не только из других бюджетов. В данном случае нас интересует из других бюджетов. Здесь в том числе можно просто вручную писать. Давайте посмотрим. То есть, самый простой способ, как мне сейчас получить эти данные, это нажать на самую левую кнопочку. Вот вставить показатель. Вставить ссылку на показатель другого отчета. Я на него нажимаю. И вот здесь вот сверху выбираю отчет, который мне нужен. Бюджет поступлений. У меня появляется здесь вот такая вот форма. Прям форма бюджета поступлений. Какой он был. То есть, если я выберу бюджет выплат, он будет другой. Это непосредственно бюджет, который мы создавали. Бюджет поступлений. И, соответственно, что мне нужно сделать. Я могу нажать вот на эту кнопочку, нажать выбрать. Могу просто два раза нажать на сумму. Нажимаю два раза. И у меня появляется вот этот вот, он называется оперант. Но, я не знаю, может мелко видно. Вот здесь вот сейчас фигурные скобки. Потому что я его просто добавил. И, ну, как бы я его добавил не тем способом, который обычно добавляется оперант. Я добавил через эту кнопку. Поэтому он пока не сохранен как оперант. Вот поэтому здесь вот такие вот фигурные скобки. Я нажимаю сохранить. Вот они теперь стали квадратные. То есть, и вот здесь вот формула появилась. Как посмотреть, что входит в этот оперант? Здесь есть кнопочка добавить оперант. И здесь список источники всех оперантов. Здесь они и создаются. То есть, если я нажму создать, появится вот такое вот окно по созданию оперантов. Давайте я открою, просто открою то, что мы создали. Которое создали вот, ну, просто по умолчанию. Изменить. Вот такой вот оперант у нас создался сразу. Что здесь есть? Ну, это источник данных. Пока это источник данных. А потом он вроде как оперант, если вы используете его формулой. Будем называть правильно это источник данных. Здесь идет, ну, это название кода. Это нам неинтересно. Вот способ получения. Здесь есть. Так, давайте я. Ну, ладно, я просто сохранить не буду. Способ получения. Откуда можно получить данные в системе? Опять же, это функционал управления холдингом. В ERP немножко по-другому. Можно взять данные из других отчетов. Можно взять данные из регистров накопления, регистров бухгалтерии, регистров сведений. Из справочников. И можно сделать какой-то произвольный запрос. Ну, произвольный запрос это больше уже работа с программистом. Если вы не знаете, как прописывать код, то в пользовательском режиме вы это не сделаете. То есть, выглядит это примерно так, как какой-то запрос к системе. Но нам нужно просто... Давайте я заново открою. Нам нужно либо показатель другого отчета, либо, если вы собираете фактические данные, то можете собрать из других регистров. Надеюсь, ну, на всякий случай объясню, что такое регистры документов в системе делают движение не только по бухгалтерскому учету, но и по регистрам накопления, по регистрам сведений. То есть, это некая плоскость данных, в которой фиксируется информация, данные, суммы по более широкой аналитике, чем просто по бухгалтерскому учету. Это оперативный учет, управленческий учет. Его называют в системе. По нему формируются определенные механизмы 1С. В том числе, допустим, считается себестоимость. Если, допустим, мы хотим по регистрам бухгалтерии что-то вытащить, можем выбрать регистр бухгалтерии, можем выбрать... Ну, здесь их несколько, в том числе МСФО, но мы выберем хозрасчетный. И здесь мы непосредственно можем выбрать счет, мы можем выбрать какой-то ресурс, можем выбрать виды итога и получить эти данные в разрезе субконта, субконта счета. Но сейчас нам это не нужно. Я просто показываю, что есть такая возможность, если, допустим, регистр накопления, то же самое. Можно найти какой-то регистр накопления, вот любой, выбрать его ресурс и получить данные из этого регистра накопления. Вот отличие ERP от управления холдингом, то, что в ERP не все вот эти вот источники можно использовать, к сожалению. Но там есть свои плюсы, поэтому системы развиваются по-своему. Так, что в нашем операнде? Еще раз. В нашем операнде мы написали, что показатель отчета. Там мы указали наш отчет, из которого берем данные. Мы указали показатель. И вот у нас, видите, появилось вот здесь вот слева это все, что мы можем использовать. То есть все те аналитики или разрезы, в рамках которых у нас эти данные получаются из бюджета поступлений. Справа у нас поля источники, аналитики. Вот видите, аналитики сразу подобрались. Если бы я в БДДС, в консолидированном бюджете не указывал аналитику контрагента, то здесь бы этих контрагентов и не было. Здесь есть инструмент отбора. Здесь можно настроить отборы определенные. То есть чтобы, допустим, сюда попадали только определенные организации. Чтобы сюда попадали только определенные сценарии. Чтобы попадали какие-то определенные валюты, периоды и все, что у нас слева, все это тоже мы можем использовать. Допустим, ну вот организационные, допустим, вот контрагенты. Так, вот. Аналитика 1. И я могу здесь настроить, что фиксированное значение. Давайте список фиксированных значений. И здесь я могу добавить, какая именно аналитика. Вот видите, контрагенты. Я могу отобраться по контрагентам. У нас этот бюджет будет заполняться только определенными контрагентами. Можно сделать вот такой отбор. В данном случае нас это интересует. Главное не сохранять. Так, ну и все. В принципе, я пока все объяснил по этому бюджету. Все, он сохранен. Я с ним больше ничего не делаю. Просто закрываю. И мне нужно заполнить вот эти вот статьи. Не статьи, а показатели. В данном случае бюджетов. Чтобы они заполнялись от оплаты. Я здесь делаю то же самое. Нажимаю. То есть еще раз я напомню. Нажимаю два раза. Нажимаю вставить ссылку из показателя другого бюджета. Выбираю тот бюджет, который мне нужен. Вон бюджет выплат. И нажимаю вот этот вот показатель. То есть с аналогичным названием. Сохранить. Завершить редактирование. То же самое я сделаю для всего остального. То есть не будем на этом останавливаться. Зарплата. Зарплата. Здесь, кстати, есть кнопка проверить. Если формула у вас какая-то сложная, то можно нажать кнопку проверить. Он вам скажет, успешно пройдено или есть ошибки. Это когда вы сложную какую-то формулу делаете. Если у вас там несколько составляющих, какие-то коэффициенты используются, тогда могут быть ошибки. Так, коммерческие расходы. Я могу просто нажать завершить редактирование. Он тоже сделает. То есть не обязательно каждый раз сохранять. И последнее. Сохранить завершительный активный. Вот мы сделали получение данных для тех статей, которые есть. Что нам еще нужно сделать? Первое, что бросается в глаза, выплаты денежных средств. Нужно перейти в Excel. То есть у нас были формулы. Там, где есть формулы. Ну, допустим, вот здесь есть формула на предыдущий период. Вот здесь выплаты. Тоже есть формула. И денежный поток. Это тоже формула. Это поступление минус выплаты. То есть нам нужно сделать так, чтобы все считалось так же, как и в Excel. Начнем с выплат. Выплаты. Тоже нажимаю два раза. И мне нужно сделать так, чтобы все это объединилось. Можно просто нажать два раза на эту ячейку. Если я нажму два раза, видите, она появляется. Я могу нажать плюсик и еще одна ячейка. Плюсик и еще одна ячейка. То есть можно так сделать. Давайте я выйду. Можно сделать... Есть вот кнопка суммировать выделенные показатели. Я могу выделить вот так вот пять этих показателей, по которым мы уже настроили формулу. И нажать суммировать. Видите, все появилось сразу. Есть еще инструменты иерархии. Но это не особо интересно, поэтому пока не будем делать. Нажимаем записать. Вот, кстати, записать. Можем проверить. Проверка успешно пройдена. И можем нажать добавить оперант. Вот, видите, все строчки, все источники данных, они сразу сами добавились. То есть в чем прелесть этой системы? Вам не нужно все это вручную каждый раз прописывать. То есть сидеть там и тыкать источники или искать их. Зарешите реактирование. Теперь формулу сделаем денежный поток. То же самое. Но здесь не сумма. Здесь мы нажимаем на поступление. Можно нажать на клавиатуре минус. Можно вот здесь нажать. Минус. Вот здесь вот. И что у нас было? Выплаты. У нас выплаты. Все. То же самое. Сохранить. Он создает эти операнды. Источники данных. И завершить редактирование. Остаток денежных средств на конец периода. У нас остался остаток на начало. Остаток на период. У нас будет простая формула. То есть остаток на конец периода. Это просто остаток на начало. Минус. Плюс поступление. Минус выплаты. Ну или можно сделать формулу с денежным потоком. Потому что мы все равно его сделали. Но это неважно на самом деле. Мы делаем. Нажимаем опять же. Остаток на начало. Давайте. Плюсик. Но можно опять же просто на клавиатуре его нажать. Плюс поступление. Минус. Минус выплаты. Сделаем вот такую формулу. Нажимаем сохранить. Завершить редактирование. Теперь нам нужно сделать остаток на начало периода. Но. Остаток на начало периода. Это остаток денежных средств на конец периода. Предыдущего периода. Предыдущего месяца. Если по месяцам делать. Соответственно нам нужно сделать формулу. Чтобы она брала данные за предыдущий период. Нажимаем остаток денежных средств на начало. Добавляем. Просто нажимаем на остаток конечного. На конец. Вот я на него нажимаю. Но опять же. Вот я его просто нажал. Если я зайду в список источников данных. Его нет. Вот то что я показывал. Вначале. Вот видите фигурные такие скобки. У этого операнда. Потому что он еще не сохранен. Я просто на него нажал. Он еще не сохранен. Чтобы он появился в списке. Чтобы я смог его редактировать. Надо сохранить. Вот я его сохраняю. Я теперь захожу в список операндов. Я нажимаю правой кнопкой. Нажимаю изменить. И мне нужно настроить так. Чтобы данные брались за предыдущий период. Есть отбор данных источника. Есть период отчета. Здесь можно нажать период. И здесь есть разные варианты. То есть можно выбрать какие-то фиксированные значения. То есть это стандартный механизм отборов. Бюджетирование. Если вы делаете бюджеты. То вы часто будете с ними работать. Нам нужен период отчета со сдвигом. И в условии отбора мы указываем. Минус один. То есть у нас есть. Нам нужно за предыдущий период. Причем система. Системе не важно. Месяц это квартал год. То есть там где. В какой периодичности вы будете это использовать. Там это будет учитываться. Не важно какая периодичность. Все. Поставили минус один. Здесь кстати есть отдельный механизм для проверки. Но его. И вы знаете долго нудно настраивать. Но он есть. Если вы настроите определенные показатели для проверки. То есть значение для проверки настроите. А потом будете нажимать проверить. То он выдаст вам результат. Это стоит того. Когда у вас сложная какая-то система. И вы ее часто меняете. Вот тогда есть смысл. Нажимаем записать и закрыть. Я ничего не делаю с этим показателем. Не выбираю. Потому что он у меня уже выбран. Мне даже сохранять не нужно ничего. Нажимаю завершить редактирование. Все. Мы настроили BDDS. Теперь мы попробуем посмотреть как он действует. Можем обновить. Вот у нас формулы не слетели. Теперь давайте посмотрим как он будет работать. Как он отобразится. Экземпляры отчетов. Создать. Наш BDDS. Годовой. Годовой план. Месяц. Периодичность. Регламент подтянулся. Организационная единица. Металл сервис. Вот. Кстати. Я совершил ошибку. Я начал все это делать. Но. Бланка нет. То есть. Если я сейчас нажму ОК. Ничего не появится. Почему? Потому что бланк не заполнен. Идем. Виды и бланки. Заходим в виды и бланки. Делаем все то же самое. Здесь нет никаких отличий. То есть. Если нам вдруг что-то понадобится для. Что-то дополнительно посмотреть. Да. Можем это нарисовать. Для бюджета. Можем какую-то строку удалить. То есть. Допустим. У меня. Вот эти вот выплаты не нужны. Допустим. Вот. Заработная плата. Не хочу ее уводить. Я нажимаю удалить. И она. Видите. Ушла. То есть. Здесь можно тоже корректировать. Если вы. Что-то сделали. Лишнее. Или что-то техническое. Сделали в самом. В самом конструкторе. И вам эти данные не нужны здесь. То здесь еще один такой этап. Когда можно сделать настройку. В том числе. Здесь можно настроить. Непосредственно. Сами показатели. Сами формулы. Какие-то отборы можно сделать. И так далее. То есть. Здесь вот есть кнопочка дополнительно. Здесь можно настроить. Вот видите. Показатели. Каждый показатель. Можно перетащить. В какое-то другое место. Можно их как-то перемешать. Отборы. И здесь есть механизм. Отдельные дополнительные бланки. Сегодня не будем его смотреть. Просто скажу. Что. К. Одному бюджету. Можно сделать еще дополнительные бланки. Чтобы в них отображалась. Какая-то дополнительная информация. Это очень удобно. Если. Если вам просто нужна. Какая-то информация к бюджету. Допустим. Вы делаете один бюджет. А к нему расшифровку. Вот этими дополнительными бланками. Можно использовать вот так. Ну. Описание можно сделать. Так. Я сделаю заново. Создать. Макет. Да. Применить. Все. Вот у меня по умолчанию все сделалось. Записать и закрыть. Теперь я могу создать экземпляр. Экземпляр отчета. Создать. Вот он вышел. 26-й год. Кстати. Если я выберу. Вот допустим. 27-й год. Вот. Да. Он выдал регламент. Но. Когда я буду проводить. Он все равно выдаст ошибку. Потому что на этот период. Нельзя. Ничего сделать. У нас в 26-м. Поэтому мы ставим 26-й. Металл сервис. Многопериодный бланк. Тоже. Он один. Нажимаем. Окей. Все. У нас появился наш. Многопериодный бланк. Кстати. Вот если я нажму два раза. Или что-то попытаюсь ввести. Ввести. Я не смогу. Почему? Потому что у нас в этих ячейках формулы. Если вам нужно. Скорректировать. То можно нажать. То можно в рамках формулы. Вот когда вы создаете формулу. По умолчанию нельзя ее редактировать. То есть это значение. В экземпляре бюджета нельзя редактировать. Но есть отдельная галочка. Возможно редактирование. То есть можно сформировать данные. А потом их отредактировать. Если нужно. Ну и соответственно. Как их заполнить. Есть кнопочка заполнить. Есть кнопочка по регламенту. Есть прочие. Если мы нажмем. То есть если мы нажмем по регламенту. То он возьмет какие-то настройки по умолчанию. Если мы нажмем прочие. Здесь есть выбор. Можно по правилу расчета. Вот то что я помните говорил. Про правила расчета расскажу. В конструкторе отчета. Вот который мы смотрели. Видите правила расчета есть. Мы можем создать другое правило расчета. И в рамках него по другому настроить этот бюджет. Формулы. То есть мы можем несколько разных правил расчета использовать. Чтобы не было обязательно рассчитывать только по одному правилу. Так. Вот здесь правила обработки. Здесь мы можем импорт из файла. То есть система позволяет импортировать данные. Но это при том, что эта таблица плоская. И свернуть по периоду. Это если у вас по периоду идет. Если бы мы использовали иерархию организационных единиц. То здесь бы еще одна возможность была бы. Консолидация данных. Здесь ее нет. Поэтому мы это не делали. Но она появится. Если вы будете делать. Нажимаем заполнить. У нас появляются наши данные. Но опять же. Вот сейчас я сделал по правилу. Давайте я выключу. Создам заново. Просто покажу. Все то же самое делаю. Стал сервис. Окей. Если я нажму просто заполнить по регламенту. Произойдет то же самое. То есть в принципе не обязательно искать по какому-то правилу. Но если у вас простое правило. То есть просто заполнить от других бюджетов. Или просто там от регучета заполнить. Или от регистра накопления. То без проблем. Просто нажимаете по регламенту. И сработает все то же самое. Что у нас заполнилось. Во-первых у нас заполнились поступления. Вот видите наши контрагенты появились. Вот то что мы в поступлениях. Давайте я увеличу. То что у нас было в поступлениях. По контрагентам по нашим. Вот они тоже сюда транслировались. Если это нужно сюда собрать. То можно собрать. Если это не нужно. То просто убираете аналитику. В бланке бюджета. Или вообще даже не добавляете ее к показателю. И все. То есть ничего не происходит. У нас заполнились наши выплаты. Вот видите 5 строчек по 100 тысяч. 500 тысяч. Соответственно у нас в начале был 0. И в конце у нас поступление 900 тысяч. И выплат 500 тысяч. 900 минус 500. 400 тысяч. И вот они идут из месяца в месяц. Видите 400 тысяч. 400 тысяч. На февраль 800 тысяч. На начало марта 800 тысяч. То есть вот они переходящие остатки. В том числе. Если бы были какие-то разные цифры. То есть если бы выплаты допустим где-нибудь в мае были бы не 500 тысяч. А допустим 3 миллиона. То здесь был бы минус. И мы соответственно увидели бы кассовый разрыв. И что-то с этим делали бы. Итоги. Соответственно в конце итоги. Ну остатки. Не совсем корректно показывать итоги. Но это по умолчанию. В бланке отчета можно остатки. Итоги по остаткам удалить. Так коллеги. По нашей задаче все. То есть у нас вот есть бюджет. Мы соответственно можем. Мы его автоматизировали в ERP управление холдинга. Пока время есть. Еще немного. Я покажу. Давайте сводные таблицы. Что они из себя представляют. Виды и бланки отчетов. Можете пока писать вопросы. Сводные таблицы. Нажимаем два раза. Здесь можно добавить строки. Добавить все строки. Применить. То есть здесь примерно та же самая. Добавить строки. Добавить колонки. Вот у нас одна колонка есть. Сумма. Все. Нажимаем применить. Нажимаем записать. И нажимаем перейти в режим отображения данных. Здесь нужно настроить. Здесь не буду сильно останавливаться. Так. Сценарий годовой. Организация. Металл. 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 Металл сервис. Два металл сервиса почему-то. Ну ладно. А. Не заполнен период. 26-й год. Вот такая вот она требовательная к аналитикам. Все ей надо заполнить. Что из себя представляет, соответственно, сводная таблица. Сейчас, секунду. Да. Словной. Это, наверное, не тот металл сервис. Нет. Тут. Что из себя представляет сводная таблица. Здесь должны были появиться данные. Сейчас не буду разбираться, почему не появились. Смысл в чем? Сводная таблица – это не просто отчет. Если бы, если у вас есть необходимость создать, то есть просмотреть эти данные, которые мы создали, мы, у нас появляются эти данные за период. И мы можем в рамках этого, этой сводной таблицы не просто их посмотреть, но и отредактировать. То есть не обязательно, как это сказать, не обязательно нам заходить в какой-то бюджет, что-то редактировать. Мы просто здесь в реальном времени корректируем. И эти данные корректируются в регистре, который отвечает за бюджеты. И, соответственно, мы все это увидим. Здесь есть несколько вариантов таблиц. Этот механизм не так, чтобы часто используют, но он есть. Поэтому можете его использовать. Вот, кстати, еще в экземпляре бюджета, давайте я его сохраню. Давайте посмотрим. В нем тоже есть расшифровки. Допустим, 900 тысяч. Я нажимаю два раза. Сейчас покажу. Расшифровать по формуле. Правой кнопкой нажал и расшифровать по формуле. Вот такая вот детализация появляется. То есть откуда это все тянется. Значения по контрагентам. Если бы у нас контрагентов здесь не было, то они бы все равно появились, если они настроены в самом бюджете. Вот видите, значение 900. Здесь была бы формула. Я два раза нажимаю, и он мне сразу открывает этот бюджет, в котором введены эти данные. И подсвечивает красным, вот где они были введены. Если, допустим, вот эти вот 300, то же самое. Мы видим, что эти данные есть. Вот здесь мы можем зайти в этот бюджет. Что касается формул. Если есть формула, вот остаток на конец периода. То же самое мы можем сделать, расшифровать по формуле. Здесь мы сразу увидим саму формулу, как это считается. И те данные, которые он получил. То есть он получил данные про 900 тысяч, он получил данные про 500 тысяч. И потом у него результат вот 400 тысяч. Он их вывел. То есть здесь прям расшифровка того, как работает формула. Если вы что-то настраиваете в системе, у вас что-то не работает. Вы нажимаете расшифровку и, допустим, вот источник есть, а значения никакого нет. Хотя оно должно быть. Ну, значит, где-то ошибка. Может быть ошибка в формуле. Может быть в чем-то еще. Еще, наверное, отдельно нужно. Часто спрашивают. Интересно посмотреть именно настройки факта. То есть, ну, допустим, факт. Как можно было бы сделать факт? Давайте быстро сделаем. Колонки. Сумма. Давайте сумма. Давайте просто факт нажимаем. Факт. Вот у нас еще одна колонка факт. И, допустим, у нас было бы две колонки. Сумма. Ну, допустим, план и факт. И здесь уже мы настраивали бы какие-то значения фактически. То есть, мы заходим, опять же, в формулу. Мы можем нажать добавить оперант. У нас есть кнопка вставить итог или оборот по счету. Можем на нее нажать. Так. Но почему-то она у меня сейчас не работает. Нажимаем просто создать оперант. Создать. И выбираем, откуда мы хотим получить данные. Из регистра накоплений, из регистра сведений, из регистра бухгалтерии. Допустим, из регистра бухгалтерии. У нас это деньги. Поэтому мы просто возьмем 51 счет. Ну, вот сумма. Три разных источника. Так, а я что открыл? Я открыл остаток. Ну, ладно. Мы можем выбрать сальдо начальное, конечное, либо обороты по счету. То есть, соответственно, сальдо начальное для остатков на начало. Сальдо конечное для остатков на конец. И обороты по счету, если это просто обороты по какой-то, по какому-то списку. Если мы выберем обороты по счету, допустим, у 51 счета есть субконта статьи движения денежных средств. Если мы настраиваем непосредственно источник для какой-то строки, мы добавляем это субконта сюда, фиксированное значение, и убираем статью, которая нам нужна, допустим, из операционного бюджета, поступление от клиента. Все, мы нажали. У нас в этой строке будет появляться только данные по поступлению по этой статье движения. По статье движения денежных средств. Но если это остатки на начало, то просто сальдо начальное по дебету или по кредиту и просто появляется. Можно сделать отбор по организации и можно сделать какой-то отбор по дате. Как правило, делают бюджеты БДДС консолидированные. То есть нам нужен, я тебя выключу, вот плановый остаток на начало периода, еще стараются добавить какие-то конечные остатки на предыдущий период по факту, чтобы все это учитывать. Да, это можно сделать. Нужно поиграться с формулой. Но единственное, здесь может возникнуть такая проблема, что когда вы будете брать эти данные, они будут не совсем правильны. Потому что вы создаете бюджет, допустим, вы создаете бюджет на квартал, допустим, с апреля по июнь. Вы создаете его где-то в середине марта. Но это же не конечные остатки. Поэтому это будут не совсем конечные остатки. Вам нужно вытащить не столько конечные остатки, сколько какую-то цифру плановую за предыдущий период. И вот здесь уже надо тянуть плановые данные по остаткам за предыдущий период. Это можно сделать из того же бюджета, но по остаткам на предыдущий период. Естественно, все это проверяется. Это то, что касается именно самой методологии. Коллеги, у меня на сегодня все. По плану я рассказал, по факту задел. Теперь давайте перейдем к вопросам, если они есть. Подскажите, как сформировать отчетность в определенном периоде? Июль-сентябрь. Ну, опять же, что у нас? Июль-сентябрь. Это третий квартал. Все то же самое, только управление отчетным периодом у вас будет не на год, как я делал. Когда будете указывать, вы будете делать, допустим, сценарий, месяц и период будете указывать, допустим, июль-сентябрь выбрать. Он мне не даст его провести, потому что есть наверняка на этот период что-то. Но, опять же, вы создаете на июль-сентябрь с периодичностью месяц и все то же самое. То есть, настраиваете бюджеты по вашим формам, по формам, которые у вас есть. И создаете тот же самый бюджет. Когда будете создавать экземпляр бюджета, он у вас будет просто на три месяца, на июль-сентябрь. Вот, июль-сентябрь. У вас будет вот с тремя колонками. Это я просто сдавал на год. Обычно, да, его актуализируют на квартал. Матодез – это все-таки не тот бюджет, который можно прямо с точностью на год просчитать. Будет ли доступ к записи вебинара? Да, как сказал вначале, у нас будет запись на нашем канале YouTube. Он называется Kudorline Corp, по-моему. Там будет запись, ее выкладывают, по-моему, прямо на следующий день. Так, коллеги, вопросов больше нет. Так что, спасибо большое, что пришли. Если вам понадобится настроить 1S ERP или 1S управление холдингом, или 1S ERP управление холдингом, пожалуйста, приходите. У нас есть компетенции, мы все это настроим очень быстро. План, факт, неважно, мы умеем все. Спасибо большое за внимание и удачного дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok